Людмила Харченко – социальный педагог. Работает с приемными семьями. Много общается с людьми разного возраста, как с детьми, так и с пожилыми. Поэтому на вакцинацию от коронавируса записалась заранее. Как и остальные, прошла стандартная процедура – заполнение анкеты и осмотру врача. Вас что-то беспокоит сегодня? Нет. Температуру мерили в последний месяц. Поднимались цифры? Нет. Глотать не больно, не кашляйте, не горло, не першит. Давайте мне средний палец, правой руки. Врач обязательно измеряет уровень кислорода в крови, давление, пульсы и спрашивает о хронических заболеваниях. У Людмилы противопоказаний для прививки нет. В соседнем кабинете вводят первый компонент вакцины, следующий через три недели. Не хочу быть источником заражения для окружающих, для близких и коллег, конечно. Вместе с Людмилой вакцинацию сделали ее коллеги из комплексного центра социального обслуживания «Самары». С моей точки зрения, прививка – это возможность оградить себя от дальнейшей болезни, которая может протечь очень плохо. Сейчас информация о том, сколько людей переболело, с какими осложнениями, с какими трудностями. Мне не хотелось бы с ними встречаться. И неплохие прививки в нашей стране делают. Третья городская поликлиника открыла сразу несколько прививочных пунктов, что позволяет расширить охват вакцинируемых, рассказывают в медучреждении. Плановая мощность наших пунктов – это по 100 человек смену. Соответственно, при наличии вакцины мы задачу будем выполнять в полном объеме. То есть у нас есть людские кадры, у нас есть врачи, есть сестры, есть бригады, которые будут организовываться. Вакцинация проходит в добровольном порядке и бесплатно для населения. В первую очередь прививают медиков, педагогов, соцработников, старшее поколение. Но учитывают и тех, кто сам проявляет инициативу. Записаться на прививку можно заранее, как в поликлиниках, так и на сайте Госуслуг. Светлана Кудрявцева, Григорий Плешаков, События.